Книга открытым оком. Тема. Страшный суд. Будущее мира. Вопрос 299. Учитывает ли Бог на суде не только дела, но и намерения, стремления человека? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Евреям 4.12. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее меча, всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. 1 Коринфянам 4.5. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Объясняя это, Иоанн Златоуст приводит пример. Допустим, мы собрали деньги и решили с доверенным человеком отправить это в дальний город, где сейчас голод. Но дорогой посыльный был ограблен и едва остался живой. Некоторые в удивление вопрошают, да как же это могло случиться? Разве не ради Христа мы это делали? Почему же он попустил такому случиться? Святитель проясняет, разве Бог не знает ваши намерения? Разве не любит тех, кому вы собрали последние крохи? Он и знает и любит их не меньше, чем вы, но хочет испытать вас. Будете ли вы благодарить Бога в данном случае? И может статься, что у Терес случилась вовсе не из-за халатности и неаккуратности путешествующего. А ты скажешь, но ведь те люди остались не накормленные. Разве? Псалом 67.6. Отец, сирот и судья, вдов, Бог во святом своем жилище. Он ли не подаст хлеб просящему Него? И подаст не меньше, но даже больше, чем вы собрали, но уже с другой стороны. Поэтому учишься и возблагодари Создателя за все, что случается по его попущению. Хотя это нелегко. И прославь Бога за это научение. Бог знает и учитывает ваши намерения. Вы шли правильно, но конец зависел не от вас. Что гавань была разрушена, до вашего прибытия король Бодль потонул, и пшеницу своими руками пришлось выбросить за борт.